Иш-13 Start, перспективный переднеприводный автомобиль с кузовом Hitchback, разработанный и построенный на Ижевском машиностроительном заводе на рубеже 60-х и 70-х годов. Имел прогрессивную конструкцию и очень современный дизайн, в отличие от купленной в Италии конструкции заднеприводного автомобиля Fiat 124, Vaz 2101, по которому в то время велась интенсивная подготовка производства к массовому выпуску. К разработке переднеприводного автомобиля на Ижмаши приступили в 1968 году, менее чем через два года после того, как 12 декабря 1966 года в Ижевске началась сборка 408-го «Москвича». Группой, занимающейся модернизацией мотора, руководил начальник бюро двигателей Шевченко. Трансмиссию переделывали конструкторы Кондрашкин, Резник, Баженов, Раченко. За дизайн кузова отвечали заместитель главного конструктора Благоразумов, а также Аверьянов, Савельев, Федоров, Глушко. Уже на проектной стадии стало понятно, что практически по всем основным параметрам Иж-13 превосходил как выпускавшийся в Ижевске серийный «Москвич 412», так и выбранный для производства в СССР Fiat 124. Новый автомобиль, разрабатывавшийся под индексом Иж-13, решили называть стартом. Автомобиль имел практичный кузов пятидверный хитчбэк со вполне современным для тех лет и самобытным дизайном спортивного вида. Он был построен по переднеприводной схеме с продольным размещением силового агрегата. Капот автомобиля был аллигаторного типа, петли его крепились не со стороны радиатора, а со стороны лобового стекла, то есть, открывался не как у «Жигуля» или «Москвича», а как у «Волги». На капоте имелась огромная черная пластиковая вставка. Длина автомобиля при 2432-мм колесной базе составляла 4045 мм, что было примерно равно тем 4090 мм, который имел в длину 408-й «Москвич». Ширина же старта равнялась 1677 мм, что было на 127 мм шире тогдашнего «Москвича» и на 66 мм шире будущих «Жигулей». Высота же осталась равной «Москвичевской» – 1480 мм. 1,478-литровый двигатель и четырехступенчатая коробка передач были позаимствованы у серийного «Москвича» 412. Диаметр его цилиндра был равен 82 мм, а ход поршня – 70 мм. В стандартном варианте мотор развивал 75 лошадей, но учитывая большой резерв в форсировке, ижевские конструкторы внесли в него ряд модернизаций, что позволило довести мощность двигателя до 95 лошадей. В результате 896-килограммовый автомобиль стал разгоняться до сотни за 12 секунд, а максимальная скорость составила 165 км в час. И это при том, что стоявший тогда на конвейере 408-й «Москвич» разгонялся до сотни за 55 секунд, а его максимальная скорость равнялась 120 км в час. Даже новая 412-я модель «Москвича» позволяла ему разгоняться до сотни лишь за 19 секунд и достигать максимальной скорости в 140 км в час. Силовой агрегат отличался крайне необычным размещением. К задней части коробки передач крепился оборачивающий редуктор, через который поток крутящего момента передавался при помощи короткого карданного вала на расположенную под блоком цилиндров двигателя главную передачу. Для ее размещения двигатель пришлось сместить относительно продольные оси автомобиля вправо и наклонить на 45 градусов. Привод на передние колеса осуществлялся при помощи сдвоенных карданных шарниров, игравших роль шарниров равных угловых скоростей, причем они тоже были изготовлены на основе серийных узлов от «Москвича-412». Несмотря на такую несколько странную компоновку, автомобиль оказался вполне работоспособен и имел высокую степень унификации с уже выпускающимися моделями, что позволило бы быстро освоить его в серийном производстве. В истории мирового автостроения существовали примеры намного более экзотичных компоновок при переднем приводе, например, выпускавшиеся в течение длительного времени американский «Алтсмобиль» «Таранадо» и «Кадиллак» «Эльдорадо» 60-х и 70-х годов оснащались цепным приводом передних ведущих колес. Шасси также имело прогрессивную конструкцию, и передняя, и задняя подвески были выполнены независимыми. Дизайн и отделка как кузова, так и салона автомобиля более чем соответствовали тогдашнему европейскому уровню. Имелись у старта недостатки. Так, при передней приводной схеме не были использованы шарниры равных угловых скоростей, советская промышленность такие шарниры для легковушек тогда просто не выпускала. Между тем, если колесо перемещается в вертикальной плоскости и одновременно является поворотным, обычному наружному шарниру полуоси приходится работать в исключительно тяжелых условиях. При углах больших, чем 10-12 градусов, в карданной передаче резко увеличиваются потери мощности, к тому же, вращение передается неравномерно, растет износ шарнира, быстро изнашиваются шины, а шестерни и валы трансмиссии начинают работать с большими перегрузками. Выход из этой ситуации нашли просто. Ограничили угол поворота колес 76 градусами, но это повлекло за собой увеличение радиуса поворота, который сравнился с Волговским. Тем не менее, директоры Ижевского завода Белобородов и министр оборонной промышленности Зверев пытались убедить Совет министров в перспективности переднеприводного автомобиля, а также в необходимости активного сотрудничества с фирмой Рена Ульт для улучшения технологии производства и увеличения его объема до 300 тысяч автомобилей в год. Однако Газплан выдал следующее заключение – нецелесообразная организация производства на Ижмаш заводе нового переднеприводного автомобиля. Чем же руководствовался Газплан, давая правительству такую рекомендацию? Дело в том, что еще 20 июля 1966 года, после анализа 54 различных строительных площадок, ЦК КПСС и советским правительством было принято решение о строительстве нового крупного автомобильного завода в городе Итальятти, а 3 января 1967 года ЦК ВЛКСМ объявил строительство Волжского автозавода всесоюзной ударной комсомольской стройкой. В то время, когда конструкторы Ижевского завода собирали первый опытный образец, уже подводились итоги всесоюзного конкурса на лучшие названия для нового автомобиля Волжского автозавода, а на стройплощадке в Тольятти полным ходом шел монтаж заводских цехов. Два народных автомобиля одновременно советская экономика просто бы не потянула. Однако и Ижевцы не успокаивались. В 1972 году, когда производство «Жигуля» уже шло полным ходом, они предложили руководству страны новый вариант старта – Иж-19. Он также был переднеприводным, а под его капотом находился все тот же 412-й двигатель. Но правительственная комиссия только посмеялась над внешним обликом Иж-19. В конце концов, ижевцы все-таки приступили к производству «Хэтчбека». Автомобиль Иж-Комби начал сходить с конвейера в 1973 году, но это был обычный заднеприводный автомобиль, отличавшийся от «Москвича» лишь формой задней части кузова. Но это была уже другая история. Сохранившийся прототип Иж-13 был отреставрирован и в настоящее время выставляется в заводском музее «Жмаша». Продолжение следует...